Издательство Эксмо. Майк Микаловец. Сначала заплати себе. Превратите ваш бизнес в машину, производящую деньги. Введение. Я дура. Я никогда не забуду тот день, когда Дебби Хорович Горовиц стояла передо мной и плакала. Сквозь слезы она продолжала повторять «Я дура» снова и снова. Дебби, предприниматель из агентства Social Sparkle and Shine Agency, фирмы в Торонто, штата Калифорния, специализирующаяся на услугах социальных сетей, подошла ко мне на мероприятие Creative Life в Сан-Франциско. На нем я преподавал стратегии роста бизнеса, описанные в моей второй книге «Метод тыквы. Как стать лидером в своей нише без бюджета». Во время одной из сессий мероприятия я объяснил основную концепцию системы Profit First. Одним из инструментов Profit First является мгновенная оценка. Instant Assessment – способ быстро оценить реальное финансовое состояние вашего бизнеса. Когда я провел такую оценку на примере участника-добровольца, система Profit First стала понятной для каждого присутствующего. Все презентации Creative Life одновременно транслируются в прямом эфире, и 8000 зрителей смотрели мое мероприятие. Твиты и комментарии начали поступать со всего мира. Поскольку мгновенная оценка настолько быстра и проста, я не был сильно удивлен, увидев много комментариев от онлайн-зрителей, сообщивших, что они оценили свой бизнес прямо там-то и там-то. Предприниматели, руководители, фрилансеры, владельцы бизнеса – все делились тем, какое облегчение им принес этот простой метод. Казалось, что каждый из них испытал внезапную полную ясность, мгновенный толчок доверия к денежной стороне своего бизнеса. Затем Дебби нашла меня во время перерыва и спросила, можем ли мы провести мгновенную оценку моего бизнеса. Конечно, согласился я. Это займет всего минуту или две. С ручкой во рту, не обращая внимания на суетившихся вокруг нас людей, я дал оценку прямо там, как будто мы с Дебби были в нашем собственном мире. Я нацарапал на доске цифры ее годового дохода, мы рассчитали проценты. Дебби посмотрела на результаты и начала содрогаться от рыданий. Для нее было невыносимо видеть, где она находится, тогда как мгновенная оценка показала, каковы должны были быть ее результаты. Я была дурой, всхлипывала она, и слезы текли по ее лицу. Все, что я делала в последние десять лет, все неверно. Я такая дура, я дура, я дура. Позвольте мне признаться прямо сейчас, я очень сочувствую людям, когда они плачут. Я плачу вместе с ними. Как только Дебби начала рыдать, мои глаза наполнились слезами, а ручка изо рта упала на пол. Я обнял ее, пытаясь успокоить. В течение десяти лет Дебби вкладывала всю душу в свой бизнес, отдавая ему все, что у нее было, жертвуя своей личной жизнью ради жизни деловой, и все же у нее не было ни копейки или успешного бизнеса в результате. Конечно, она всегда знала правду о своих неудачах, но она предпочла танцевать вокруг этой правды и продолжала жить, отрицая ошибки. Положить нос на точильный камень – вот простой способ скрыть нездоровый бизнес. Мы думаем, что если мы будем просто трудиться усерднее, лучше, если мы сможем просто еще немного продержаться, однажды непременно произойдет что-то хорошее. Что-то большое не за горами, верно? Что-то вроде магии уничтожит все долги, финансовый стресс и беспокойство. В конце концов, разве мы этого не заслуживаем? Разве это не значит, что история должна закончиться? Нет, мой друг, так бывает только в кино. Ничего похожего на то, что мы испытываем в реальной жизни. После того, как Дебби провела мгновенную оценку, ей пришлось признать реальность. Ее бизнес тонул. В последние десять лет он боролся за то, чтобы остаться на плаву. И он тянул ее с собой на дно. Она продолжала причитать «Я дура, я дура». Эти слова разрывали меня, потому что я был там. Я точно понимал, каково это – оказаться перед лицом обнаженной правды о своем бизнесе, своем банковском счете, своих стратегиях и о своем тяжело завоеванном успехе. Сначала я разработал Profit First, чтобы урегулировать свои собственные финансовые проблемы. Это сработало. На самом деле оно не просто сработало. Произошло чудо. Годы борьбы и финансовые проблемы были урегулированы не за ночь, а в течение нескольких часов. Я задался вопросом, годится ли Profit First только для меня и моего испорченного мозга или сможет послужить и другим. Поэтому я попробовал эту стратегию с другим бизнесом, со владельцем которого я являюсь – небольшим производством кож в Сент-Луисе. Это сработало. Я попробовал модели с другими предприятиями, большими и маленькими. Она сработала. Я написал об этом в своей первой книге «Стартап без бюджета» в небольшом параграфе, который легко пробежать по диагонали. И затем что-то произошло. Я начал получать электронные письма от других предпринимателей, которые заявили, что они тоже попробовали и увидели результаты. Я написал об этом в Wall Street Journal и получил отклики с новыми историями успеха. После того, как я написал свою вторую книгу «Метод тыквы. Как стать лидером в своей нише без бюджета», я включил систему Profit First в свои выступления. Именно после того, как я встретил Дебби на мероприятии Creative Life, я понял, что предпринимателям нужно нечто большее, чем просто параграф или глава по этому вопросу. Слишком много лидеров бизнеса жили и работали в мучительном подчинении своим предприятиям. Если я хотел внести реальные изменения в жизни Дебби и Майков всего мира, я знал, что должен написать книгу о Profit First. Прибыль прежде всего, Profit First, была впервые опубликована в 2014 году, и с тех пор десятки тысяч предпринимателей внедрили эту систему и трансформировали свой бизнес. Они не только получают серьезную прибыль, они растут в своем бизнесе. Двух зайцев одним выстрелом. Когда я пишу эту обновленную версию книги, я нахожусь на высоте десять тысяч метров в небе над Пенсильванией. Или Техасом. Или, может быть, Россией. В эти дни я так много путешествую, что полагаюсь на пилота, чтобы сказать мне, где я нахожусь. Мои попутчики смотрят фильм, который они уже видели четыре раза, доделывают работу или дают отдых глазам с зияющим ртом и случайным храпом. Некоторые смотрят в окно на облака внизу. А я? Я думаю обо всех предприятиях, над которыми мы пролетаем. В любой момент под нами находятся тысячи предприятий. Управление по делам малого бизнеса США, СБА, заявляет, что только в Соединенных Штатах существует 28 миллионов малых предприятий. СБА определяет малый бизнес как компанию, годовой доход которой не превышает 25 миллионов долларов. Это включает в себя мой бизнес, и я подозреваю, что и ваш тоже. Держу пари, что сюда же относится даже Джастин Бибер. Музыкальные продажи его малого бизнеса в прошлом году составили всего 18 миллионов долларов. Так что 28 миллионов из нас чудаки-предприниматели только в Соединенных Штатах. Когда вы посмотрите на полный размер нашей глобальной предпринимательской семьи, вы увидите, что число малых предприятий вышло за пределы 125 миллионов. Множество предпринимателей, людей с интуицией, умом и решимостью поняли, что у них есть что-то ценное, чтобы предложить миру, и сделали попытку построить что-то на этой основе. Это вы, приятель-предприниматель. Вы можете находиться на ранней стадии запуска, с планами и мечтами, записанными на салфетке во время коктейля, или туалетной бумаги. Вы знаете, кем вы являетесь, мои конфетки в обертке из туалетной бумаги. Если вы только начинаете, это предложение для вас. Вы будете сосредоточены на прибыли с первого дня, что спасет ваше здравомыслие, ваш банковский счет и вашу задницу. Возможно, вы создали бизнес или управляете им. Возможно, вы прочитали первое издание моей книги и хотите придать вашей системе Profit First новый импульс. Независимо от вашего предпринимательского статуса, вы чудесный работник, так сказать. Вы воплощаете идеи в реальность. Вы находите клиентов, производите для них товары, предоставляете им услуги и они платят вам за это. Вы продолжаете продавать. Вы продолжаете доставлять. Вы продолжаете управлять деньгами. Все мы умные люди. Действительно умные. Действительно заводные. Но есть одна действительно крутая проблема. 8 из 10 предприятий терпят неудачу. А причина номер один, из-за которой это происходит – отсутствие рентабельности.